Дефицита нет. По объемам производства зерна, подсолнечника и овощей область вышла на первое место в ПФО. В этом году урожай зерновых и зернобобовых культур составил около 4 миллионов тонн. Такого количества в области не собирали последние 16 лет. Грозить ли региону дефицит овощей и хлеба узнала Анастасия Куклева. Работа в цехах Энгельского хлебокомбината ведется круглосуточно. Замешивают тесто, пекут хлеб и сдобные булочки. Свежую выпечку доставляют в разные районы области. Чтобы хлеб дольше хранился, его упаковывают. Энгельский хлебокомбинат – один из крупнейших в области. В сутки здесь производят 52 тонны хлеба. Выпекается 28 наименований. Все производство механизировано. За счет этого в час удается выпекать 450 килограммов батонов. С булочками все обстоит иначе. Делают их вручную. Поэтому за час работы получается лишь 60 килограммов сдоба. К Новому году традиционно производство хлеба увеличивается. Чтобы у жителей на столе был свежий хрустящий батон, работать в пекарне будет и в празднике. Немножко повышенное употребление хлеба, как и всех продуктов перед Новым годом, потому что праздник. Завод работает круглосуточно, не останавливаясь даже на 1 января. То есть, когда вся страна отдыхает, мы уже на 1 января печем хлеб. Муку для выпечки хлебокомбинат приобретает на соседней мельнице. Зерно для ее производства закупается в Дергачевском районе. Хранится оно на складе мельницы. Каждый день здесь перерабатывают 35 тонн зерна, из которого производят около 30 тонн муки разных сортов – высшего, первого и второго. После переработки ее фасуют в мешки и отгружают на хлебокомбинат. Оставшуюся часть продают жителям. У нас на нашем предприятии нехватки зерна нет. У нас в этом году в предприятии «Русь» в Дергачевском районе был урожайный год. У нас остатки были неплохие с прошлого года. Я так думаю, что до следующей уборочной мы зерном-то обеспечены. У нас есть зерно. Нет в регионе и овощного дефицита. В Энгельский центр коллективного пользования овощи завезли осенью прямо из полей. Здесь их чистят, сушат, калибруют и, наконец, упаковывают. Каждая смена выпускает около 50 тонн продукции. Из цехов ее практически сразу отправляют на прилавки саратовских магазинов. Может сегодня больше востребовано быть капуста, завтра лук, а потом картофель. Поэтому мы стараемся небольшой запас всегда держать на день, на два, на три. У нас всегда есть готовая продукция. Здесь в холодильнике как только возникает потребность, мы сразу поставляем. В этом году область вышла на первое место в ПФО по объемам производства зерна, подсолнечника и овощей. Последних в регионе впервые за полвека произведено свыше 450 тысяч тонн. Также намолочено более 100 тысяч тонн зерна. А это значит, что в области дефицита овощной продукции хлебобулочных изделий не будет. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.